Добрый день, юбилей на канале, 500-ый анбоксинг. Давно я уже этим занимаюсь. Я долго думал, что же подготовить именно к этому видео. Ну и вариантов было много. Но остановился я на Тораминксе от Дион Шенг. Первый магнитный Тораминкс. Коробочка вот такая. Красивая. С технической информацией. Даже сам Тораминкс нарисован. Будем сравнивать с другими Тораминксами. У меня еще парочка есть. Есть тут даже инструкция. Как собирать Тораминкс. Вдруг кто не умеет. Все по-китайски. А, ну с другой стороны и по-английски. Но более интересно здесь вот эти вот штуки. Их мечты. Что же сделать. И мы видим, что есть Киламинкс. Вот здесь. И очень хорошо, что эта картинка не совпала с реальностью. Киламинкс другой. Но про него еще поговорим. Вот Гигаминкс есть. Тораминкс есть. Мегаминкса не видел от Дион Шенга. Вот Бронтоминкс хотят. Ройал Киламинкс. Вот этот бы был неплох. Ну и больше всего жду я сейчас Мастер Киламинкс. Элитный Киламинкс, Питаминкс. Это уж как пойдет. Вот мне не хватает для счастья Мастер Киламинкса. Чтобы потом можно было про Гигаминкс подробно поговорить. Ну, Мастер Киламинкс прям очень хочется. С одной стороны английский язык, с другой китайский. Да, Туториал Траминкс. Дальше здесь такая мягкая подложка, защита, мешочек уже классический Дион Шенг с бубенчиками, сам Траминкс и все, а что только форма. Вот как Киламинкс в ней теряется. Напомню, что Дион Шенг уже выпустил магнитные версии Киламинкс, Гигаминкс и вот Антараминкс. Компания хорошая, отличная. Киламинксы есть вопросики, а эти два прям молодцы. Все магнитные, все красавцы, все хорошо. И вот конкуренты. Понятно, что МФ-8 конкурент уже так себе. Но вот Сенгсо не выпускает уже сейчас в цветном пластике, такие немагнитные додекаэдры. Вот можно разницу в два размере увидеть. Много лет назад я говорил, что в Траминксе от МФ-8 самое сложное, это отличить фиолетовый от розового. Очень похожие цвета, если их рядом поставить, фиолетовый, розовый. На самом деле я часто встречаюсь с очень негативным отношением к продукции МФ-8. Так вот из додекаэдров Тераминкс очень даже и удовлетворительный. Не скажу, что он прям хороший. Но он вращался сразу нормально. Чего не скажешь о Мастер Киламинксе, о Гигаминксе от МФ-8. Вот с Тераминксом у меня проблем не было. Цвета не очень удачные, а так громкие да и только. То есть собирать можно. Если вам где-то бесплатно достанется МФ-8 Тераминкс, можете спокойно собирать. Дальше. По улучшению качества идет Цингсо. Ну здесь Тераминкс просто к нему вопросов нет. Спокойный, уверенный, хороший. Не помню цветная версия вышла или нет, но элитный Киламинкс точно на глазах недавно попадался. Возможно и этот есть, а раз там Питаминксы уже все выпускают цветные. Также есть Тераминкс от Юксин. С ним Вячеслав Кузнецов сравнивал. На канале у него можете посмотреть видео. У меня версии от Юксин нет, потому что незачем. И так достаточно декаэдров. Цингсо всем хорош. Если хотите сэкономить, то можно брать его, наверное, уже в цветном пластике. Хотя и наклейки здесь держатся нормальные. Юксин, наверное, тоже приемлемый. Это кому уже что нравится. Ну а если хотите уже нормальную, достойную вещь, то, конечно, Тераминкс от Дианшенга на Глу, а то и на две выше всех остальных. Во-первых, он магнитный. Во-вторых, он более компактный. Я его какое-то количество раз собирал, и проблем не возникло. Да, собирается не быстро. Хотел пособирать на скорость, но руки не дошли. Несколько раз спокойно собрал, и это хорошо. Удобно. Детальки не особо маленькие. Конечно, из-за размера свои особенности. Но это сильно компактнее, чем вот тот же Цингсо. Настолько грань меньше. И это хорошо чувствуется. При сборке Тераминкс от Цингсо на весу. Я люблю собирать на весу. Вот упор вот этого ребра в этот палец, ну, в конце сборки доставляет неудобства. То есть нужно либо привыкать, либо терпеть. Либо собирать на столе. Но сейчас головонки все компактнее и компактнее становятся. И на столе я даже и Тераминкс не собираю. Но руках мне нравится больше. А вращается версия Цингсо вполне достойно и хорошо. Тут даже смазка сейчас хранилась. Чем хорош? Всем. Просто всем. Да, понятно, что многослойность дает свои особенности. И тпсить, как на обычном Мегамиксе, не получится. Даже не получится, как и на Гигамиксе. Так ловко делать какие-то алгоритмы. У Гигамикса тут можно слой лишний зацепить. Хотя Гигамикс такой игрушкой, кажется, после Тераминкса. Здесь поспокойнее, конечно. Но вот придерживаешь слой и отлично все вращается. Все комфортно. Можно сколько хочешь слоев одним пальцем вращать. Цвета стандартно приятные, хорошие, красивые. Ну, Гигамикс тоже выпустили. Я его сейчас активно тестирую. И, наверное, вместо Мегамикса Даяна 502-й инбоксинг сделаю с ним. Есть что рассказать. Я уже сделал сборок 300 на скорость. Ну, покручиваю еще. И тогда уже выскажу свое мнение. Сильно меньше он конкурентов. Что касается Тераминкса. Понятно, он гораздо лучше всех конкурентов. Красивее, симпатичнее. Цветной пластик у многих уже есть. Но магниты, магниты все-таки дают больше комфорта. Да и удобно. И приятно вращается. Не сильно шумный. Он и сенксо не шумный. Мягко так идет. Но здесь сразу чувствуется, что поверхность трения больше. Чуть потуже это все происходит. Хотя и на нем очень быстро собирают. Здесь же погромче. Видно, что какое-то там строение, рельсы. Вот магнитные капсулы. Тут все. Люди думали, старались. Красные, синие. Все тут хорошо. Ну и берем МФ-8. Гладко, надежно вращается. Но вот эти люфты, деталек присутствуют и дают хороший дополнительный звук. Вместо Тераминкса была у меня идея очередного монстра от Вэри Пазл. Я хотел взять еще больше, чем Рейминкс. Больше граней. Но я передумал. Так как я и Рейминкс еще ни разу не собрал. А стоит уже достаточно долго. Стоит на виду. Но я на него смотрю. Просто взяться и пособирать. Это надо много времени. И на это надо решиться. Также хотел вместо Тераминкса Вот эти вот новые от Хексина. Додекаэдры. Но они казались, как я уже рассказывал, не такими интересными. Так что Тераминкс приятная головоломка. Пусть она не самая большая из тех, что у меня были на сотах инбоксингах. Но я ее собираю. Я получаю удовольствие. И мне хорошо. И вам всем советую. Из недостатков. Ну можно отметить стандартное. С того, что здесь внутри цвет у пластика тоже есть. На белых, на желтых немножко пластинки просвечивают. Вот здесь вот синим отливает. Зелененьким, оранжевым. На желтым, на белом не так сильно заметно. На желтым получше. Стандартные вот эти выемки. Которые есть везде. И на Герминксе. На Келоминксе здесь просто вогнутое все. Удобно, комфортно собирать. Замечательный Тераминкс. Можно смело брать. Все с ним хорошо. Серия магнитных додекаэдров. Вполняется. И это не может не радовать. Любите большие додекаэдры. Не пожалейте денег на Дианшенг. Да, подороже стоит. Но он этих денег стоит не просто так. Но хотите попроще. Санксой, Юксин. Они всегда доступны. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.